Всем привет, меня зовут Виталий Штыбин и сегодня я буду вашим гидом в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Я хочу провести вас с экскурсией по фотовыставке, которая впервые была презентована год назад в археологическом музее-заповеднике имени Филицина в Краснодаре. Называлась эта фотовыставка «Горы и люди. Быт и традиции причерноморских адыгов-шапсугов». Сама эта выставка родилась из моего блога, который раньше назывался, видеоблог YouTube назывался он раньше заметки о Черкесии, сегодня это «Этнографика». И посвящен этот блог культуре, традициям и истории народа адыгов, также известных как черкесов. И вот однажды подписчики попросили меня сделать что-то более такое близкое к жизни, а не только обычные лекции на зеленом экране. И поэтому было принято такое решение поехать в аулы черноморских адыгов-шапсугов на наше черноморское побережье, Туапсинский и Сочинский районы. Мы с моей супругой Екатериной Штыдиной вместе организовали эту экспедицию. Провели мы в ней 24 дня, посетили 13 аулов. И в процессе этой поездки был отснят видеоматериал и были сделаны фотографии Екатерины, после чего их отобрали. И вот 30 отобранных фотографий стали основой для этой фотовыставки. В прошлом году, в мае и июне она проходила впервые, как я уже сказал, в музее имени Фелицина. Но там была неполная коллекция и не было к ним подписей, потому что, так скажем, подверглись они некоторой цензуре. Поэтому там было ограниченное количество фотографий, а сегодня вы сможете увидеть полный состав этой фотовыставки. Все фотографии со всеми описаниями, которые готовились к ним с самого начала. Помимо Краснодара, фотовыставка также посетила еще Майкоп, Нальчик и Новороссийск. Сегодня поездки фотовыставки по стране завершены и мы можем уже спокойно представить вам здесь всю эту экскурсию и всю эту фотовыставку на ваш обзор. Итак, поехали. Впереди у нас 30 фотографий фотовыставки. Итак, первая фотография, которую вы сейчас видите, это гора и старый аул. На этой фотографии вы видите аул Большой Псюшхо. Это один из старейших аулов причерноморских адыгов-шапсугов. Один из первых, который появился после окончания Кавказской войны и возвращения их на свои прежние места. И в 19 веке это был крупнейший аул на побережье, из которого впоследствии выселились еще семьи и появилось еще несколько аулов. То есть настолько крупным он был в то время. Сегодня это очень маленький и очень старый аул. В смысле не возраста самого поселения, а в смысле возраста его жителей. Поскольку большая часть молодежи предпочла перебраться поближе к городам или в сами города. А в ауле сегодня остались в основном люди старшего поколения, пенсионеры. Ну и некоторое количество молодежи в основном занято в лесном производстве, в лесничестве. Чем примечательнее этот аул? Красивое достаточно место. На этой фотографии вы видите на дальнем фоне большую гору. Это комплекс гор, одна из которых самая крупная Пеус. Сегодня нависает в окружении этого аула. Дорога сюда до недавнего времени была довольно труднодоступная, потому что она проходила через небольшой перевал. И в зимнее время часто ее смывало, размывало. Поэтому аул оказался отрезанным от внешнего мира. И именно это послужило со временем тому, что многие семьи поперебирались в более удобные места. Но сегодня туда дорогу хорошую уже провели, это не проблема. Но аул сам по себе тупиковый и в общем-то заняться там особо молодежи нечем. Поэтому было такое решение властей однажды переделать, точнее устроить на горе Пеус своего рода горнолыжный курорт небольшой. Но это пока что осталось только идеи. Возможно, если бы его реализовали, то, конечно, в Большой Психосколе был бы какой-то импульс для развития. А пока этого нет. Плюс еще проблема в том, что в самом ауле мало достаточно пригодной воды, источников мало. Они в засушливое время пересыхают и у людей есть проблема с водой. Интересная история связана с названиями. Большое Психосколе является соседом Паула Малой Психосколе. И где-то, наверное, в 40-х, 50-х годах, в середине прошлого века, местные жители, их было много еще тогда, это большие колхозы, там совхозы были. И местные жители шутили над одним стариком, который рассказывал такую все время какую-то присказку им. О том, что однажды малое станет большим, а большое малым. И тогда все очень изменится в ауле. Ну, тогда смеялись, а сейчас вспоминают как пророческое. Потому что получилось, что на сегодняшний день малое Психосколе перерос в количестве жителей, и большое Психосколе. И, грубо говоря, их географические названия несколько уже не соответствуют их истинному размеру. Здесь, в этом ауле, есть две примечательные вещи, по которым можно определить культуру адыгов вообще в целом, и в частности адыгов-шапсугов. Дело в том, что, во-первых, такая архитектура особенная. Именно в этом ауле сохранились еще старые домики, такие деревянные, построенные иногда на сваях. Но они все выкрашены в какие-то такие яркие синие, иногда зеленые цвета. Потому что в советское время это были такие популярные два цвета, доступные жителям, и красили свои дома в них, в эти цвета именно они. И вот поскольку жизнь такая замершая в этом ауле уже давно, то и много старых зданий сохранилось, по которым можно увидеть быт именно середины 20 века. А вторая вещь, очень важная для всех, в принципе, поселения адыгов, ну, наверное, для всех традиционных обществ, это то, что адыги всегда возвращаются домой. То есть, у них есть такая пословица, что жизнь нужно завершить там же, где похоронены твои предки. То есть, вот эти дома в большом психушку многие стоят вроде бы как бы заброшенные. Ну, то есть, выглядят они не заброшенные, они просто пустые. Закрытые дома, ну, туда можно пройти спокойно, к этим домам, через там участки эти огородные, то есть, они не огорожены какими-то гигантскими заборами. Но эти дома стоят пустые. Но при этом за ними ухаживают. Ухаживают либо местные жители, соседи, либо приезжают иногда люди, выбирают время, чтобы привести их в порядок. Почему? Потому что дома не принято продавать посторонним, более таких традиционных аулов, как Большой Апсюшхон. Как правило, их держат как раз для того, чтобы вернуться сюда на пенсии уже в старости лет. И, как говорят адыги, да, мы всегда возвращаемся к могилам своих предков. Даже если вот человек, есть такие люди, которые уезжали надолго, там, могли десятилетиями где-то работать в дубинке России, на севере, там, за рубежом. Но они всегда возвращаются к себе, к тем домам, в которых жили их предки. Размеренность жизни вот этого Большого Апсюшхона хорошо видна на этой фотографии. Это такое пустое пространство этого аула, которое, видимо, далеко достаточно. Но там два человека идут по улице. Кстати, один из них помощник местного имама, потому что имам побережья выходит как раз родом из этих мест. На второй фотографии вы видите тоже хозяйственную постройку из аула Большой Апсюшхона. Вот как раз и говорил, синий цвет, амбары на сваях. Она так и называется, эта фотография, тыквы в старом амбаре. Вы их видите, вот эти тыквы небольшие, которые сушатся сейчас на поддольнике этого амбара. Амбары строили на сваях. То есть, сваи, такие палки, деревянные или металлические, на вершинах которых ставились камни, а на камни эти уже ставились домики вот эти. Это делалось для того, чтобы туда не могли забраться грызуны. Там хранились обычно съестные припасы, да, там зерно, тыквы, те же там сушеные какие-то овощи, фрукты. И одной из еще функций вот именно постановки амбаров на сваи было то, что местность была раньше болотистая, достаточно такая влажная. И для того, чтобы не подтопляло снизу. Вот, в том числе, ставилась на сваи. И дома тоже. Интересный факт, связанный с такими амбарами, на свадьбах иногда есть такая как бы традиция, если мы говорим о традиционных свадьбах. Ставится охранник. Ну, например, отечею могут поставить. Которая должна охранять от гостей припасы, которые хранятся в этом амбаре. И гости, в свою очередь, должны прорваться, как бы обмануть этого охранника, как-то его там перебороть для того, чтобы выкрасить эти припасы. И вот задача, как бы, хозяев свадьбы их огородить от этого, а гостей свадьбы именно обмануть всех и выкрасить эти припасы. Ну, это одна из таких функций свадебных. На третьем изображении у нас аул Малый Кичмай на реке Шахе, недалеко от поселка Головинка. Это уже сочинский район, ну, точнее, микрорайон Сочи. Значит, это небольшой аул на левом берегу реки Шахе, который, в общем-то, сам по себе тихий, спокойный такой, не очень примечательный. Он, как бы, так его затмил большой брат, аул большой Кичмай на другой стороне. Но на этой стороне находится единственная в этом районе такая серьёзная более-менее конюшня. Конюшню содержит несколько человек, один из которых, Аслан Хушт, как раз сейчас позирует на этом изображении на коне. Конечно, вообще, в принципе, конь для хозяйства, для общества даже в целом адыгов. Это такое животное, ну, не сказать, что прям священное, но очень важное. В прошлом лошади были у многих. И даже многие семьи именили тавро или тамгу, как его называют, такой специальный знак, который иметили скот. Постепенно он стал своего рода фамилийным знаком, и сегодня у многих адыгов есть своя тамга родовая. И конь даже в языке адыгском, он имеет особую, как бы, семантику, да, то есть слово конь, ши, означает и коня, и брат. То есть это одинаково звучащее, одинаково пишущееся слово. Конь, как брат. Поэтому и картина называется, это фотография, точнее, это конь, как брат. Дело в том, что в прошлом адыги не использовали лошадей, кроме как для поездок куда-то. Допустим, в другой аул, в поход, для выпаса скота. Ну, то есть в сельском хозяйстве конь не использовался, его не запрягали. А аристократы, ну, давай знать черкесское, они вообще даже не допускали крестьянка мойки своего коня. То есть аристократ сам был из своего коня, он из какого-то лажало, это животное, оно такое важное было для него. И даже если наступал какой-то период голода, то коня кормили в первую очередь. Конь должен быть сытый всегда. Причем кормили хорошо, в общем-то, просом, например, могли кормить иногда. И сегодня, конечно, конь это дорого, потому что лошадей держать в хозяйстве нет смысла, но такого хозяйства сейчас уже и нет. Просто так его содержать это достаточно накладно, потому что конь должен много кушать. Но есть люди, которые вот именно увлечены разведением лошадей, увлечены вот этими конными переходами, очень популярными у черкесов. Например, несколько лет назад был большой конный переход из Кабардино-Балкарии в Адыгею, потом на побережье. Есть более малые переходы, да, просто с равнины на побережье. Самый длинный переход делался, насколько я помню, из Иордании в Адыгею через весь Ближний Восток. Принц Иорданский, тогда сейчас король, он вел группу всадников. Дело в том, что у Иорданских королей, в общем-то, наполовину черкесская кровь и гвардия состоит из черкесов, личной охраны. Поэтому у них вот был такой интерес провести на родину предков вот такой переход. Сегодня, естественно, лошадь где используется? В пастушестве. Ну, из-за того, конечно, большие табуны сейчас только, может быть, в Кабардино-Балкарии. Там для ипподрома разводят или просто для каких-то, для личных спортивного интереса такого. Здесь ребята взялись, и во многом это было им очень сложно, потому что до сих пор это всё, в основном, забирая деньги, не приносит. Но ребята взялись, потому что любят лошадей, потому что любят вот эти конные поездки. И сегодня они стараются ещё привлекать сюда разные центры, которые работают с детьми, с проблемами с нервной системой. Для таких детей специально есть такая терапия общения с животными. Привозят им, они катаются на лошадях, общаются с лошадями эти дети и как-то лечебно-терапевтический эффект получают. Вот эта конюшня в Малом Кенчмайе сегодня используется в том числе для таких целей. Поэтому, если будете в том районе, я прям рекомендую заехать к ребятам, общаться. И у вас наверняка будет возможность поучаствовать в небольшой поездке на лошадях. На следующем фотографии, вот эта красивая большая речная долина, это река Шахе. Тот же самый район в Сочи, микрорайон Сочи, в данном случае часть Лазаревского микрорайона. Съёмка сделана из центральной части аула Большой Кичмай. Очень популярная точка, такая туристическая. Здесь туристы обычно проезжают от посёлка Головинка, где смотрят на тюльпановое дерево. Проезжают через аул Большой Кичмай, к популярному местечку, 33 водопада называется. Здесь останавливаются, фотографируются. И здесь же находится Большой памятник. Такой, даже несколько в одной группе памятников. Там погибшим в Великую Отечественную войну выходцам из аула. И рядом жертвам Кавказской войны. Чем примечательен Большой Кичмай? На сегодняшний день это самый, наверное, коммерчески успешный аул. Поскольку ещё в советские времена отсюда начали некоторые люди, скажем так, со своих подворец, колхозов, поставлять по договорённости продукцию сельского хозяйства в санатории на побережье. И с тех пор связи настолько укрепились, что когда наступили 90-е годы, нашлись такие активные люди, которые организовались, эти связи использовали удачно и повели сюда туристов. Ну и здесь единственное место, где сохранились чайные плантации. Небольшие, но они работают, на них можно купить чай, на них, видно, собирают этот чай. И, в общем, туристам это нравится. Так вот, на сегодняшний день это самый туристический аул из всех аулов побережья, в принципе. Сегодня все живут на туризме полностью. В Большой Кичмай с ранней весны до последней осени едут огромное количество автобусов, набитых туристами со всего мира. Вот год назад я там был, там даже надписи стали появляться на иврите дублироваться. Потому что по договоренности в Сочи стали ездить прямыми чартерами израильские туристы, которые очень любят заезжать в эти места. Ну и тем более в Израиле знают, кто такие черкесы, потому что в Израиле есть два крупных черкесских поселка, как минимум. Фаркама и Ерехани очень известны. Они выделяются тем, что израильтяне сохранили им возможность изучать собственный язык, сохранять собственную культуру, и они там такие очень красивые, очень чистенькие аулы, такие вот, содержат черкесы в Израиле и имеют особый статус в стране, поскольку они участвовали в борьбе за ее создание. Так вот, многие израильтяне знают, кто такие черкесы, и приезжают сюда посмотреть на эту культуру. Естественно, большой кичмай полон разных кафе, ресторанов с национальной кухней. Тут много вечерок устраивают, танцы национальные, народные. Правда, много смешанного антично-черкесского, но людям нравится очень. И здесь я заметил очень много и приезжих, то есть из Москвы, из России приезжают люди, остаются здесь открывательные хозяйства небольшие, там кафе, и в общем-то, соседствуют с местными жителями, ну, не особо конфликтуют. На следующей фотографии вы видите разрушенный мост через речку Огой. Вот как раз половина пути от курортного поселка Огой к западу Артуапсе, к аулу Огой Шапсук, о котором я еще скажу позже. Мост разрушен стихией, причем вот на этой фотографии вы видите свежие разрушения, которые произошли буквально за день до, собственно, создания этой фотографии. Дело в том, что когда мы были в поездке в этой экспедиции, это была осень 2017 года, с октября по ноябрь. И там в то время прошел страшный такой ураган, такой очень стремительный, который привел к разливу всех рек очень быстрому. И эти реки поразмывали мосты и дороги очень сильно, из-за чего мы там около трех дней не могли никуда проехать. Нормально, потому что и трасса была разрушена, связь с Сочи спрервана, связь с Майкопом, прервана, очень многие аулы просто на несколько дней, а то и недель оставались просто без возможности контактов по дороге. И дело в том, что вообще шапсуги привыкли к этому. То есть это вообще нормальное свойство для местной природы, периодически. Наносить такие резкие удары по местным жителям, по хозяйству, разрушая инфраструктуру, и люди научились очень быстро собираться, кооперироваться для того, чтобы это восстановить. Например, в ауле Наджиго дорогу восстанавливали туда неделю. Ну да, подвозили через вертолёт генераторы и какую-то пищу. Но люди быстренько самоорганизовались. Дело в том, что очень хорошо работают в аулах так называемые ТОСы. Это такая форма муниципального управления в России для маленьких посёлков. ТОСы очень хорошо работают. Как правило, у них старшие, это их как раз наиболее авторитетные люди старшего поколения, которых все уважают. Они ходят со старшими и руководят в ауле общественными работами. То есть это как бы на легальной основе. И вот ТОС, допустим, в Наджигос работал очень быстро, когда дорогу восстановили, оказалось, что там и расчищать уже нечего. То есть люди сами всё расчищили прекрасно. А в 2015 году, например, было наводнение в ауле Тхагапш, это Лазаревский район, как раз от Лазаревского посёлка выше вверх горы. И там из ущелья гигантские валуны просто повыскакивали, вымыло их, и они поразрушали дома некоторые в восточной части аула. И очень быстро по верхним горным дорогам местные жители собрались, переходили в этот аул Тхагапш из соседних аулов, и все вместе разобрали эти завалы, построили дома, восстановили людям. То есть быстро помогли друг другу. То есть вот эта взаимосвязь, она ещё очень сильна в аулах, и в неё очень хорошо инкоперируются приезжие. Я знаю, что в том же ауле Тхагапш, многие русские семьи или Сибирь, откуда-то приезжали, вот они переселились не так давно на побережье, на юг, купили домики. В некоторых аулах это как бы нормально приветствуется. И стали частью этих ТОСов, все вместе там помогают, дружно живут. На данном изображении, на данной фотографии, мост связывает некоторые домики, такие, знаете, как бы внеградские, что ли, вне поселений, вроде поселков дачных, что-то. То есть они находились на другой стороне реки от дороги, и другой дороги туда нет. Поэтому размытый мост, он позволяет только пешком ходить. И люди вынуждены были останавливать свои машины на этом берегу, на площадке, и переходить на ту сторону к себе домой, пока этот мост не восстановили. Ну, я не знаю, восстановили его или нет, и когда это произошло, если произошло, но сам факт. Следующая фотография называется «Дары природы». На этой фотографии вы видите такой типичный домик в ауле коллеж, на котором вывеска рекламная висит, да, мёд, сыр. И тут надо отметить, что очень многие аулы, они до сих пор живут, ну, по крайней мере те, кто там живут, они зарабатывают и живут за счет даров природы, скажем так. То есть это основные статьи доходов для многих жителей. Это производство мёда, у многих пасеки разбросанные по лесам, это сбор орехов, фундука и каштаны. И это сыр, производство собственно адыгейского сыра, белого, либо копченого, который идет на продажу также на побережье. Ну, за орехами, допустим, приезжают, скупщики разные, да, приезжают, когда они знают, когда сезон идет, туда и собирают. Каштаны сейчас не очень собирают. Вообще, каштан сам по себе для общества адыгов-шапсугов, это очень важный продукт. Это, знаете, как лебеда в русском обществе, то есть голодные годы, когда вот кушать нечего, да, этот каштан он спасал. Это вот продукт, который всегда есть, который, если вот всё остальное плохо, ты всегда набьешь каштанов, приготовишься каштановый суп, шхомч, лепешки из каштанов. Не все их любят, любители, конечно, вещь тоже, сладкий каштан такой. За ним надо идти далеко, в каштаники, в эти лесные, и, конечно, молодежь сейчас, даже среднее поколение, они уже не ходят. Хотя старшее поколение до сих пор, как это рассказывают мужчины, бабулечка такая, лет так 70-80, может спокойно пойти за 15 километров в каштаник, набрать 50 килограммов и, наверное, как говорится, на спец в рюкзаке притащить обратно. Да, есть такая фишка, действительно. В каштаниках больше любят пасеки ставить. Каштановый мёд, такой тёмный, с горчинкой, он очень популярен, дорог и, в общем, является сегодняшним таким маркером для адыгов, шапсугов при Черноморье. Каштановый мёд – это вот шапсуги. Это их национальное такое вот свойство. Но, что касается орехов, тут сложнее ситуация. Фундук, фундучные поля, вот эти, они все распространены были, но в последнее время и каштан, и фундук, а фундук особенно подвергается разным заразам, которые подзавозили с Олимпиадой на побережье и выкашивает эти вот, конечно, хозяйства, поля, и это проблема, действительно, для местного сельского хозяйства серьезная. И, в связи с взаимосвязью с этой фотографией, хотелось бы следующую ещё вам показать. Называется она «Мудрость лет». Фотография, это сделано в ауле Большой Цюшхо, о котором мы говорили в начале этой нашей экскурсии. На фото вы видите самую старшую женщину на сегодняшний момент в этом ауле. Зовут её Хурет Хагурова. Ей почти 90 лет, примерно так. Точно мы не знаем, потому что и сама бабушка не знает. Дело в том, что очень популярная такая история в адыгских аулах, я думаю, не только у них, а когда люди старшего поколения, которые ещё застали годы довоенные, ещё когда они родились до войны, они же все были сельскими жителями, а в советское время сельским жителям паспорта дали довольно поздно. Поэтому не все из них точно знают даты своего рождения. Обычно они говорят так, ну вот в этом году, когда я родилась, там была засуха, или за три года до этого было наводнение, то есть там затмение было. То есть они привязывают к каким-то природным факторам и от них отчитывают примерно время своего появления на свет. Интересный факт, связанный с поколениями в адыгском обществе. Дело в том, что ещё недавно, лет 10-20 назад, ещё живы были многочисленная вот эта группа людей очень старшего возраста, скажем так, 80-90-100 лет. Бывало, говорили, что 110-120 было, ну тут надо проверять. Но сам факт в том, что это были очень люди старшего поколения, их было немало. Это люди, пережившие Великое Отечество, прошедшие. И такое количество долгожителей, оно вызывало, естественно, вопросов, потому что сегодня их нет. Они уходят или поуходили многие уже, а следующее за ними поколение уходит уже с летом, но это люди уже 60-70 лет. То есть это среднероссийский такой возраст, да, средней жизни для мужчин, ну женщин чуть побольше. И почему так получилось, да, почему такая разница в возрастах? Вот, возможно, возможно, как одна из версий, это как раз таки то, что вы видели на прошлой фотографии, да, то есть питание. Это вот мед, ну растительная пища, орехи, ну очень много такое сбалансированное питание, мясо, молочки, растительного такого витаминизированного продукта. Вот мед, он уже очень полезен своим витаминами. И при этом второй пункт, это то, что люди пьют чистую воду и дышат чистым воздухом. Потому что сейчас уже не так, как раньше, но раньше пили исключительно родняковую воду, которая в аулах была доступна всегда, сейчас она, конечно, позагрязнялась уже. И третий, самый главный фактор, помимо всех прочих, который вот выбивается очень сильно вперед, это физические нагрузки. То есть люди, которые за пропитанием, за строительными материалами, по разным самым причинам, они постоянно ходили в лес, много ходили по горам, по пересеченной местности. И вот эти физические нагрузки, они, конечно, влияли на сердечно-сосудистую систему, которая была более устойчивой, чем у людей, которые менее подвижный образ жизни ведут. И это как бы признаются многие, что сейчас и в среднем поколении, и младшем мало кто ходит по горам зачем-то очень часто, разве если только лесники. И в связи с вот этим разрывом в поколениях возникла вторая проблема, то, что люди среднего поколения, позднесоветского, они достаточно прохладно относились к истории семьи, истории аула, родовым историям, традициям своего народа. То есть это были люди, которые, может быть, даже и стеснялись этой сельско-традиционной жизни, хотели чувствовать себя более городскими, цивилизованными, современными людьми, подражать городским. Это, в принципе, такое явление повсеместное было. И, естественно, при жизни их старших родителей они не изучали, не интересовались, в общем-то, ни традициями, ни обычаями, ни историями. А осознали они это поздно достаточно. Сейчас уже с возрастом они осознали то, что это важно. Это их культура, это их самосознание, но уже некого спросить. Среди молодежи сейчас очень много людей, которые действительно заинтересованы своей историей. Они копают, глубоко ищут, они общаются со старшими, записывают их истории, и таких людей немало. Это, как бы, большой плюс в том, что люди сохраняют свою культуру, но и язык. Потому что язык тоже, он уходит, если не интересуешься культурой. Сегодня есть такая проблема с языком, язык уходит. В том числе, потому что гаджетов много стало, которые детям суют для того, чтобы их отвлечь, когда человек работает, занимается, чтобы ребенок чем-то был занятым. Могут подсунуть мультик или фильм на планшете, например. А на русском языке. Естественно, дети вырастают уже свой родной язык, зная плохо или не зная совсем. И это проблема молодого поколения, где бывает, что в семьях говорят на черкесском языке, а дети в этой же семье не разговаривают или стесняются. Ну и вторая проблема, что в школах не во всех аулах на постоянной основе изучают родной язык. Такое уж единичное встречается. В основном это либо частные курсы, факультативно, от случая к случаю, либо и вообще ничего. Ну, от печального перейдем к интересному. Следующая фотография. Здесь вы видите достаточно красивый кадр. Называется она «Петушки в хурме». Ну тут, я думаю, объяснять не стоит, почему. Удачно попали у нас петушки. Это аул Наджиго. Аул Наджиго находится у нас на границе практически сочинского и туапсинского районов. Со стороны Сочи именно. Небольшой как бы горной местности. Чуть так посевернее, вглубь гор от курортного поселка Нижняя Макапсе. Наджиго сам по себе появился как выселка из большого псевошхо. Еще в начале, даже в конце 19 века часть молодых семей уже не помещалась. А у Адулев еще проблема такая, что они не селятся на пустующих участках, если знаешь, что пустующий участок принадлежал какой-то семье раньше. Пусть даже этой семьи нет. Потому что существовало поверье такое, что злые духи семьи будут тебе вредить. Духи прошлых владельцев семьи. Поэтому выселялись. Появились такие выселки, которые стали постепенно называться Аул Наджиго. На сегодняшний день Аул Наджиго это такой небольшой уютный поселочек в глубине гор. Жителей не очень много. Есть уже немало семей приезжих из России. И он такой наполовину уже дачный поселок, такой загородный. Сюда люди иногда приезжают просто на отдых, на выходные дни в свои дома. И, конечно, местные жители тоже есть. Спокойный сельский аул, в котором туриста особо не видно сегодня. Такого массового. Здесь особенно заметно вот эти сады внутренние в домах адыгов. Адыги вообще большие садоводы. И здесь мы увидели очень много хурмы, которая просто висела гроздьями на деревьях, валялась на полу. Просто ее было столько много, что ее даже никто не собирал и курочки кушали, как ходили эту хурму. И поэтому вот появилась такая фотография петушку в хурме. Ну, хурма это позднее, конечно, явление. Уже в советские годы она стала культурой такой популярной у адыгов. Как и фейхуа. Ну, вообще садоводство очень развито. Есть даже такое древнее понятие, как черкесские сады. Очень легендарное уже с сегодняшний день. Просто в черкесском обществе с древних времен очень было развито садоводство. И оно было доведено до совершенства. Ну, если говорить о конкретных климатических условиях этого региона. Самые популярные культуры это, конечно, яблоки, множество сортов, груши, которые сотнями лет могли, по 100-150 лет могли спокойно эти деревья расти. Виноградники, которые оплетались вокруг деревьев, как опоры. Потом персики, вишни, абрикосы, айва и так далее. Очень много нужно перечислять. Естественно, все эти сады, они, поскольку были с древних времен развиты, после ухода адыгов в Кавказскую войну, это как раз территория, где сегодня живут шапсуги, остались очень многие заброшенные сады в горах. И вот они и стали легендой. Потому что первые переселенцы уже из России, которые здесь поселялись на старых заброшенных капельничах адыгских аулов, они, естественно, первое время не могли привыкнуть к новому климату, и часто использовали как раз сады для того, чтобы прокормиться в первые годы. Ну, как понятно, что одним яблоками сыть не будешь, но набирали их и ехали, допустим, на равнину на Кубани, меняли там на другие продукты. Ну, много и вырубалось, конечно, к сожалению. Но до сих пор остались в горах эти сады еще. В свое время их изучали советские и царские еще, а потом советские агрономы. На их основе многие плодовые питомники появились в Адыгее с оригинальными местными сортами. А здесь в горах они просто одичали, и можно увидеть иногда деревья, вот они, ствол идет тонкий, потом такая шишка большая у него, и дальше толстый пошел. Вот эта шишка обозначает место последней культивации дерева, на том уровне, которое было, когда там жили прежние жители. И все эти деревья пообрастали, виноградники одичали, расплелись. Естественно, в горах вот эти остатки все еще сегодня видны. Ну и с удовольствием сегодня является такой категорией приоритетной для адыгов, особенно при черноморских. А вот на следующей фотографии, которая называется «В центре внимания», вы видите белое такое здание, типовое, покрытое поликарбонатом, которое представляет собой дом культуры. В данном случае это аул ПСБ. И почему он в центре внимания? Потому что как раз-таки дома культуры, особенно в Туапсинском районе, это как раз-таки центры всей жизни, скажем так, культурных аулов. Дело в том, что именно в этих домах дети учатся танцем, здесь учат языку родному, здесь разные курсы, дополнительное образование проходят, разные хобби, занятия. То есть здесь практически кипит жизнь. Особенно для молодежи. И это только Туапсинский район в основном. Ему свойственный такой формат, потому что, если взять соседние Сочи, там аулы в основном домов культуры уже не имеют. Либо если имеют, то там пенсионеры собираются для игр в шахматы или в шашки. Или в общественные собрания проходят. Но культурная жизнь там не течет, там как раз вся молодежь собирается в большом культурном центре, в центре национальных культур поселка Лазаревское, который вобрал в себя со всех аулов как раз-таки ребят. И там проходят танцы, там есть танцевальный коллектив, который называется Шапсугия. Раньше еще до этого Ашат назывался. И сегодня это крупный, мощный такой центр танцев. Там проходят фестивали адыгской культуры. Ну там и другие национальности присутствуют тоже. Но вот конкретно эта ячейка занимается адыгской культурой. И ребята, в общем-то, на международном уровне уже выступают. Хотя, в общем-то, и танцевальные коллективы каждого из аулов Туапсинского района, они тоже имеют свое название, свою группу, которая выступает в том числе на международных коллективах. Поэтому это очень такая развитая система. Вот если говорить в целом о детях, если брать девочек конкретно, они тут еще занимаются традиционными промыслами. Ну вот шитье золотой нитью, вышивание костюмов. Ну или псебе всё время плывут. Здесь мы узнали одну историю, которую нам рассказала, в общем-то, глава вот этого танцевального коллектива местных ребят. Вот вы его сейчас можете увидеть на следующей фотографии, которая называется «Белый дебедь». Здесь он позирует как раз-таки позу из одного из адыгских танцев в Дагатлях, который, по сути своей, что-то вроде имитации полета орла. То есть, в принципе, по легенде именно танец так и появился, что лежал по стул, смотрел в небо на то, как орлы между собой летают, как это взаимодействует. И вот решил повторить танцы в движении, даже не в полетах птиц. Здесь, как видите, рукава, такие длинные белые, они для чего нужны? В этом танце запрещено участникам дотрагиваться друг для друга, поэтому таким образом они ограничивают этот контакт. Для более контактных танцев есть специально групповые танцы, например, тот же Удж, который танцует кругом. И там ребята могут общаться друг с другом. Как раз выполняется одна из главных функций адыгского танца, это функция знакомства ментарная. То есть, по сути таким образом ребята знакомятся и находят партнеров для жизни. Потом начинают встречаться, женятся и так далее. Вот эта функция, она чем еще выражена в танце? Что девушки, допустим, после выхода замуж, они не имеют права танцевать. Они не танцуют уже дальше. Конечно, все поэтому потом очень долго скучают, хочется танцевать. Ну, нельзя. Нам рассказывали про одну девушку, которая лайфхак нашла, она за абхазы вышла замуж, а им можно танцевать, не запрещая их в танце. Ребята же танцуют, в общем-то, столько, сколько захотят. Ну, как правило, как это происходит? Естественно, в юные годы они танцуют, а потом как бы это становится либо функцией такого хобби, возможности как-то показать себя на свадьбах, в общем-то, тоже одна из главных функций танца. То есть и свадьбы проходят, и ребята там танцуют. Либо они становятся сами преподавателями. И вот как раз-таки история вот этого парня, Мургина Шхалахова из аула Кси Бе, она именно такая. Он изначально с детства ходил на танцы в своем ауле, но потом стало ему сложно из-за того, что он небольшого роста, да, и как бы тренер обращал на него внимание только в конце. Ну, пока совсем не работает. Более перспективные, так сказать, парнями, кто повыше. Это его несколько, конечно, смущало, и он в какой-то момент бросил это, а потом его уговорила девочка одна там с танцев вернуться. Он вернулся, прошел определенный курс, а потом ехал получать образование, работу, но его уговорили родственники вернуться. Там как раз сменился, ушел тренер прошлый, его уговорили стать новым тренером в этом доме культуры. И он сначала вообще не думал о такой перспективе, но постепенно влился, и теперь он сделал целью своей жизни учить ребят и вырастить это поколение, в котором найдется новый тренер, которому он оставит свое дело, а сам пойдет дальше. И вот Мурдин как раз сегодня тренирует ребяток, они делятся там на категории по возрасту определенные. Есть такой ряд классических танцев, но, как и везде, места мало, поэтому для крупных тренировок им приходится выезжать, допустим, в поселок Михайловку. Опять же, самая большая еще проблема, номер два, это музыканты. Музыкантов обычно очень не хватает, их мало, поэтому их приходится выискивать или к ним ехать тренироваться, или, как сделали это в малом SEO-школе, они, допустим, подключаются иногда по скайпу и играют. И проблема тут в чем? В адыгских танцах при их обучении обязательно должна звучать живая музыка. Можно тренироваться, конечно, по искусственному, но желательно, чтобы это была живая музыка, потому что ребятам потом танцевать в жизни под живую музыку. Но постепенно Мурдин как бы влился в это дело, и вот пока мы были в ауле, пока мы с ним общались, подъехала его супруга с дочерью, и вот мы ее видим как раз на следующей фотографии их, вместе. Называется это фотография времени. Почему? Видите, здесь вот девочка позирует как раз фотоаппарату, она вот заметила, что ее снимают. Здесь вы видите вот супругу справа, по центру девочка, а слева мужчина-девушка, да, который конфетки дает девочке, маленькая. Девочка вот, как видите, в национальном маленьком костюмчике там, он сшитым специальным для нее красивым. И вот этот мужчина, такая интересная история с ним получилась. Вот пока мы стояли и общались, он по главной улице аула проходил мимо, так это с подозрением смотрел на нас, но как-то вот не подходил, никак не реагировал. А потом, как только увидел, что вот из машины вышли, тут девушка с девочкой и ребенка увидел, и вот сразу же поменялся совершенно, заглубался, подошел, поздоровался, тут же конфетки у него из кармана появились, то есть он ему все подарил ей. Он не родственник их никакой, но вот здесь как бы проявляется вот эта вот общественная забота о детях, потому что в адыгских аулах особенно развито это, что старики, они стараются как бы за детьми ухаживать, они о природе такие воспитатели, да. И даже адыгский этикет регулируют очень хорошо отношения старших и детей. Да, даже до недавнего времени было такое, что старики могли подниматься на лавочке, когда мимо пробегают школьники. Потому что, да, уважение к детям, и, соответственно, детям соответствующее уважение к старикам. И проявляли, говорить без их разрешения не стоило как бы, да, то есть их не стоило прислушиваться, там, за столом особенно, сложный этикет адыгский регулировал тоже поведение, да, то есть старших и младших. И до сих пор это очень хорошо видно, когда, допустим, если вот в гостях у адыгов традиционных, таких, кто соблюдает традиции, находишься за столом, кушаешь, допустим, и младшие всегда сидят в сторонке и их ждут. Раньше ещё и хозяин, конечно, мог стоять или уходить, такое тоже сейчас бывает, когда гость кушает. Но если ты уже как бы вместе с хозяином кушаешь, то младшие, они вот следят за тем, чтобы подлить там что-то тебе, ну, блюдо подать там, поменять, со стола убрать что-то. Это очень хорошо такой вот отрегулированный момент. Почему ещё время? Здесь мы видим как раз разные поколения, да, младшие, средние и старшие. У шапсуков вообще очень развита память родовая. Считается нормой приличия знать до седьмого колена своих предков. У этого есть ещё практическое применение. Когда появляется новая семья, до того, как она появилась, встречаются ещё молодые люди. Перед тем, как жениться, они должны понять для себя, нет ли у них пересечений в родственниках до седьмого колена. Иначе это считается предосудительным. Причём, ну, очень развитая эта тема ещё и тем, что, я знаю, допустим, ребят, которые имели одинаковую фамилию, но не имелись пересечений в семи поколениях. Ну, потому что фамилия большая, развитая, и там могут быть такие связи, что там и 10, и 20 поколений их не связывают, хотя они общего происходящего. Ну, как Ивановы, условно. И даже тогда их как-то так неодобрительно смотрели на их брак. Поэтому, да, имеет большое значение знания, но это, на самом деле, несложно для них, для шапсугов, потому что для адыгов вообще. Они все знают прекрасно своих родственников, положено знать их двоюродных, троюродных, они все очень хорошо общаются. И некоторые фамилии, они достигают 100-200 родов крупных. Ну, например, Шхалаховы или Ачмизовы. И у Шхалахов даже есть определенный день, когда они все со всего мира собираются вот праздновать родовой день в своей фамилии. Таким образом, они могут даже и не знать друг друга, незнакомые люди, но вот они принадлежат к этому роду. Но это нечастое явление и, как правило, относится к крупным родам. Почему еще упоминаю со всего мира? Потому что адыгская диаспора за рубежом, она намного более огромная, чем в России. Если в России около 700 тысяч адыгов проживает в совокупности в трех республиках в Краснодарском крае, то за рубежом их по разным подсчетам от 5 до 15 миллионов, наверное, такие вот вилки. Потому что там сложно понять, кто себя адыгом считает, а кто уже ассимилировался. Там стал, не знаю, турком, например. Больше всего, конечно, в Турции, куда они из Кавказа и вынуждены были уйти в конце Кавказской войны. Их изгнали. Чуть меньше вот в странах Ближнего Востока, в Европе, в США, в Австралии. Такие большие общины. И во многих странах, особенно в Ближнем Востоке, они занимают в основном военные должности. Потому что, в принципе, в адыгском обществе как у казаков, так и у черкесов мужчины всегда были воинственные. Это ремесло было всегда. Поэтому их, естественно, брали в армию. И вот крупные такие фамилии серьезные в Турции, в Сирии, в Иордании, в Израиле, там, в Египте, выходцы именно. В основном в сфере работают обороны или полиции. Причём многие дослуживались до очень высоких должностей. Генералы очень многие. Следующая фотография называется День в ауле. Здесь мы видим такой типовой центр, в общем-то, каждого аула. Это продуктовый магазин, остановка, Дом культуры. Это ядро этих аулов. Почему ещё остановка? Потому что аулы же в большинстве своём находятся в 5-10 км от побережья, а школы не везде есть. И очень хорошо налажено сообщение с побережьем. То есть по часикам ходят автобусы, возят детей в школу и в школу, и людей для своих дел, для торговли или каких-то других дел на побережье. И раз уж мы заговорили про танцы, вот на этой фотографии сейчас вы видите девочку в традиционном как раз-таки костюме женском, адыгском. Зовут её Ириса Тахохова. Она как раз из молодёжной группы танцевального коллектива Шапсугия в Лазаревской. Здесь мы её как раз сняли, когда нас встретили. Это 4 ноября. Был какой-то праздник. День народного единства, кажется, он называется у нас. И там выступали представители всех национальностей вот в этом центре перед людьми на празднике. И нас вот встретили. Достаточно неожиданно для нас. Большое танцевальное, большое танцевальное группа. Есть с холидом солью, с танцами. Было неожиданно и приятно. И ребята вот перед самым полчаса выступлением для нас ещё отдельное мини-выступление устроили. И после мы поснимали некоторых участников. Вот как раз одна девочка, она и ходит в эту группу, танцует, там учится. И здесь хочется отметить ещё, что в традиционном адыгском обществе, обычно есть такое представление, Кавказ, мусульмане, девушки закрыты и ходят неправда. Даже в традиционном обществе, даже в 19 веке у них такого не было. Девушки были свободны в учении. Они могли спокойно приглашать в гости парней, они должны были просто приходить с друзьями и должна быть какая-то женщина в доме присутствует, не обязательно на виду. А, дверь приоткрытая. Как бы могли с ними общаться. Это специальное было помещение для девочек, в которое проводили время, игры, общение, эти молодые люди. Девушка могла женихов перебирать, например. Одному обещать, потом со вторым общаться, присматриваться. И только после замужества было как бы несколько сложнее всё ограничено, естественно, у женщин. А на следующей фотографии вы видите ребят как раз тоже из того же самого, с той же самой молодёжной группы танцевального коллектива Шапсуги из Лазаревской. Здесь я хотел ещё отметить такой момент, связанный с молодёжью, что до сих пор иногда встречаются традиционные обряды традиционной религии у адыгов или на Шапсугах прибрежных. И в них чаще всего участвуют как раз-таки женщины и дети. Поэтому именно старшее поколение, когда спрашившись об этих обрядах из прошлого, что они помнят, они помнят только саму игру, но они помнят, что там какие-то молитвы читали, что они делали, какие-то действия. Как правило, такие обряды представляют собой вызов дождя. То есть, когда делают куклу на кресте, типа масленицы нашей, носят её, обливают водой, обливают друг друга водой, топят её в речке, и при этом заранее готовятся пирожки, какие-то такие вкусности, которыми угощают других. Дети во всём этом участвуют и очень обычно рады такие мероприятия. А на следующем фото вы можете увидеть как раз сравнение. То есть, вот эта девочка, её зовут Людмила Хохонова, она из аула Малая Псилушхо, и здесь у неё немножко другой костюм, это более младшая группа, это немножко другой коллектив, уже Дуапсинский район, называется Дети Гор. И тоже ребята активно участвуют, танцуют, но здесь вот видите, у неё костюм немножко другой расцветки, другой стилистики, но это тоже как бы классический, достаточно женский адыгский костюм. А на следующем фото вы видите музыканта из танцевального коллектива Шапсуги в Лазаревском районе. Зовут её Марина Турчина, и здесь мы её хотели особенно отметить, потому что это, своего рода, современный бар, поэтому мы и называли современный бар эту фотографию. Дело в том, что, как я уже сказал, для таких танцевальных групп очень важно, чтобы был настоящий живой звук. Естественно, на сегодняшний день на побережье популярные инструменты это трещотки пхачичи, и аккордеон. Ну, аккордеон пришёл в конце 19-го даже века, до этого был шичипшин, такой инструмент, что-то вроде скрипки, вытянутый такой, на нём две струны, с конского волоса делались они эти струны, и смычковый такой вот смычок, которым вот задавался такой протяжный звук. Ну, это более такой плавный, более такой грустная музыка. Естественно, аккордеон весёлый быстро, и он вытеснил быстро эти инструменты. Но шичипшин не умер, его в 90-е годы восстановил Замудингучи, вот такой замечательный мастер из Майкопа, который изначально изготавливал эти шичипшины, ещё циновки плёл классические, а потом стал преподавать, и сейчас уже несколько поколений музыкантов выпустила его школа. Ну, на побережье они не очень встречаются. Ещё и камыль был, вот эта флейтовая девочка, но вот конкретно Марина Турчина, чем особенно она ещё и умеет играть на очень редком инструменте, это АП-пшина. АП-пшина это что-то вроде балалайки такой небольшой, только немножко другой формы, в данном случае она прямоугольная у неё. Очень редкий инструмент, но очень разнообразие звуку даёт. И вот группа музыкантов, как правило, 3-4 человека всегда присутствует, ну, на живых мероприятиях точно, вроде этого праздника, где они тоже играли, создавали музыку фоновую для танцоров. А вообще же в прошлом были такие барды, джигуака назывались у адыгов, которые были неприкосновенны в народе, их нельзя было трогать даже князьям, потому что письменности адыгов не было, они через устную речь, через эти песни ходили по аулам, пели их и передавали таким образом память народную, как бы от поколения к поколению. Ну и в боевых действиях они такие призывные песни воодушевляющие для бойцов играли. И почему нельзя их не могли трогать? Потому что у князей, у черкесских, запрещено было хвастаться о себе. То есть ходил там какой-то поход знатный, нельзя себе рассказывать. Для этого нанимался бард, который составлял песни о таком вот бравых достижениях этого князя или орка. Орк — это у адыгов дворение, по сути, аристократ. Но дело в том, что барды были независимыми. Если князь проштрафился где-то, что себя вело не очень хорошо, то бард мог спеть об этом и опозорить его таким образом. Поэтому это очень тонкая грань была между выбором того, стоит ли составлять вообще о себе песни или не стоит. На следующей фотографии вы как раз можете увидеть классическую форму костюма, именно адыгского женского. Но здесь нужно один момент учесть. Красный цвет — это вообще цвет аристократический, знатный. Такие костюмы в прошлом носили в основном, конечно, женщины и девушки знатного происхождения. Мы назвали эту фотографию «Сатанэй, мать нартов» для того, чтобы обратить наше внимание на мифологический аспект культуры адыгов-черкесов. Дело в том, что в классическом нартском эпосе «Устам у адыгов», который был записан уже много позже, что мать, женщина, играет очень важную роль. Она прародительница многих героев. В данном случае «Сатанэй» она мать одного из главных героев общинарского эпоса «Сусруко» или «Саус и Рыко» в адыгском варианте. У Осетина вот «Сусруко» звучит. И этот герой, который очень знаменит в плане того, что его знают все мало да велико, с ним связано огромное количество историй и, в принципе, основной пласт именно истории происхождения мира, основные вещи, связанные с философией, миром, этикетом, они связаны именно с этим героем. И самое главное, самое интересное это пересечение, так сказать, с греческой мифологией, которую многие находят. Дело в том, что в мире нартов, нарты это такие богатыри огромные, которые в золотой век жили, и после их ухода пришли маленькие такие смертные люди. А нарты сражались с разными злодеями. Среди злодеев были иныжи, типа что-то циклопов наших, знакомых из греческой мифологии, и карлики Испы, которые на кроликах скакали. Маленький народец такой, его связывали именно с дольменами. И вот в одной из битв с иныжем, Сусруко умудрился обмануть великана, который украл как раз огонь и зерно. Как в одной из историй, связанных с Прометеем. Но Прометея боги приковали к горе. Поэтому у аудыков здесь этой части нет. Но она в повторной похожей истории появляется позже, в том же нартском эпосе, где один из глав нартов на Санжаке, он сразился с богом Пако, который бог плохой погоды, который украл тоже у людей огонь и зерно. И для этого он зашёл на вершину Ашхамаху. Это священная гора адыгов, вроде олимпа адыгского такого. Её связывают обычно с Эльбрусом. Или с любой другой крупной горой, с заснеженной вершиной. Это обитающие богов, из-за нарушения этого прохода туда. Этот нарт был прикован, его тоже клевали, только не в печень, а в сердце. Кровь власть, так и форму придула Альбрусу двойную. Но его спасли другие нарты. В общем, много мифологии, очень перемешиваем. Но она очень богатая, развитая мифология очень интересная. Следующая фотография называется Горец. На ней вы видите мужчину. Его зовут Мурдин Тешев, из аула Ашхапид. Это Сочи район. На Раке Аше в начале её практически. Мурдин Тешев очень известный, такой авторитет недостаточно в обществе, старейшина. В прошлом он был таким активным общественно-политическим деятелем шапсугов. Он достаточно много знает об истории, о быте, о культуре адыгов. Писал об этом статьи. И его знают в черкесском адыгском обществе. К нему даже из-за границы, из Турции, из общины приезжают ребята, чтобы засвиделиться со своими почтениями. И вот он как раз очень многое нам интересного рассказывал. Но сам пожелал, в общем-то, сфотографироваться в национально-мужском костюме. Вот как раз вы здесь видите национально-мужской костюм адыгский. Но это такой праздничный вариант. То есть это для выхода в свет, для мероприятий. Естественно, других сейчас формы нет. В прошлом были ещё такие повседневные костюмы. Ну, что туда входило, как обычно, из сапогов из кожи, цвет которых очень важное значение имел в прошлом. То есть жёлтый и красный относились в основном к знатям. Рубахик под горло классическое, с пуговками. Здесь у нас видна черкеска. Черкеска с газырями. Газырь, это она по-одесски, газырь готовый. Здесь вот видите, с серебряными заклёпками они. А в боевом варианте, в старом, ещё в прошлом, они стыкались тряпочками такими. И рукава, часто на черкесках, были рваны. Почему это так? Потому что во время боя здесь в газырь собирался готовый патрон. Пуля, паромасленные тряпочки, порох, для того, чтобы зарядить быстро вот этот пистолет старинный. Их заранее готовили, а в последней газырькой обычно засыпали сушёное, молотое в порошок мясо, вяленое, либо сыр, либо смешанное, это всё ещё и с пшеном. Но для того, чтобы, как бы, на самый крайний случай, если вот ты где-то затерялся или раненый, чтобы тебе там день пережить, вот такой вот энергетический у тебя паёк здесь. А на поясе обычно у нас серебряные, на кожаном поясе серебряные такие вот брюльки висят. Обычно на этом поясе висели точила, бритвочка, для прочистки оружия, какие-то инструменты, маленький ножичек, ножнички. То есть всё, что может понадобиться в походе, вся эта мелочь. Вот. И когда в бою у ладыга заканчивались патроны, готовые к зыре, он что делал? Он доставал пулю, порох и оторвал кусок материи от края одежды. Поэтому вот рваная Черкеска, почему её носили иногда? Потому что это признак был бывалого такого воина, который вот побывал в боях, он отличился, он там такой вот тёртый калач. И Черкеска, когда в 19 веке получила у кавказских офицеров с российской стороны популярность, они даже на балах в Петербурге щеголяли в рванах черкесках. Как такие бывалые воины с фронтира кавказской войны. Ну и на следующем фото у нас ещё одна девушка, тоже из коллектива национального шапсуги, её зовут Амина Цамаева. Здесь тоже вы видите национальный костюм, здесь как бы она в динамике такая сфотографирована, очень удачно, как раз во время тренировки перед выходом на сцену. И здесь вот я хотел обратить внимание на сам костюм, то, что здесь вот элементы золотые или там серебряные иногда, они представляют собой тонкую достаточно вышивку с золотой нитью. Ну, сегодня она, конечно, уже не золотая, а с позолотой пленочкой делается, но это действительно кропотливый такой труд по созданию таких узоров. И такие платья сегодня очень популярны, и те женщины, которые умеют шить такие вещи, они очень ценятся в обществе, заказывают такие платья очень часто, ну, как правило, свадьбы или какие-то мероприятия для танцев вот тех же. Например, в ауле Цыпка, это по пути Стопс и Найков, я там встречал женщину, которая шьёт костюмы на большую территорию побережья, но при этом она шьёт костюмы не только адыгские, а ещё и других национальностей, потому что Цыпка отличается тем, что там 17 национальностей, и все они танцуют, и все вперемешку, русские, армянские танцуют, танцуют армянские, адыгские, там такая вот каша. Естественно, она как бы каждому народу, каждому нужно готовить свой костюм, и она этим отшитём занимается. Но перейдём от танцев к следующей категории. Значит, зная следующие фотографии, вот на этой вы видите, это аул Агуй-Шапсук, мы назвали его Волшебные горы. Здесь мы хотели поговорить о красоте окружающей природы, в которых вот эти аулы расположены на Черноморском побережье. Агуй-Шапсук на сегодняшний день один из крупнейших аулов черноморских адыгов-Шапсугов. Находится он буквально в километре от прибережного окружного посёлка Агуй к западу от Апсы. Практически слились уже эти два посёлка в одно целое. В Агуй-Шапсуге сегодня почти 2000 человек живёт, если не сказать, из сторонних семей, там, из русских, из казаков даже, там, из греков, армян. Но я имею в виду, что здесь это очень бойкий, большой, активный аул и центр, в общем-то, общественной жизни этой территории. Здесь есть довольно большой, интересный музей придольной культуры, который посещают туристы, богато обустроенный. Есть подворье на побережье, устроенное в виде классического адыгского подворья с кухней, с разными какими-то элементами быта. В общем, этот аул достаточно интересный с туристической точки зрения и очень симпатичные местные горы как раз окружают всю его протяжённость в этой долине речки Огой. Как раз таки мост, разрушенный из одной из предыдущих фотографий, был сделан по пути в этот посёлок. Следующая фотография, сделанная в этом самом Агуй-Шапсуге в ауле, называется Тхамада, значит, старший. На этом фото вы увидите Салима Хатыновича Мафагела, это старейшина из Аула Агуй-Шапсуг, который знает очень много историй, какие-то воспоминания из имена быта жителя Аула Агуй-Шапсуг. И здесь хотелось бы отметить, что о том, мы уже упоминали немножко об этом, что в адыгском обществе есть особая роль старших людей. В данном случае это старейшина, который хранитель памяти, который воспитатель молодёжи. И это же человек, которому все должны проявлять уважение. Как правило, он старается помочь женщинам, детям, вдовам, если может, или он организует такую помощь общественно. В данном случае старики выполняют роль таких руководителей общественных работ, для того, чтобы всем равномерно было уделено внимание, и чтобы никто не чувствовал себя как-то обделённо или беднее других, чтобы помогать другим. И нормы эти, особенно за столом, эти этикета очень строго регулируются. А на следующей фотографии мы видим молодого представителя Аула Агуй-Шапсуг. Это Хасан Алала, парень, который очень увлечён родовой историей. Семья Алала это редкая такая фамильная редка, которая относится к адыганаматухайцам, которые жили более к западу, в сторону Геленджика и Анапы. Такая вот ветер осталась в Агуй-Шапсуге. И Хасан Алала очень хорошо её изучил, переживает за свой род, за его историю, старается его восстановить. У них в семье есть такая родовая история, связанная с фамильным ружьём. Дело в том, что его дедушка был очень известный такой общественник в Ауле именно. Его на всём побережье знали. Мус Алала. Он отличился и в Первую мировую войну ещё тоже помощью некоторым солдатам. И Мус Алала прожил огромную длинную жизнь достаточно, почти сто с лишним лет, сто два до полного года. И он даже давал интервью на телевидении, есть записи в Ютубе об этом. А сам Хасан рассказывал, что у них было ружьё некое, очень старинное, кремливое, которое когда-то их предок обменял на лошадь, обменялся с русским офицером каким-то. И его хоронили в семье, пока в советское время Мусленин отвёз его в Новороссийский музей, сдал. И оно долгое время лежало с подписью, что фамилия ружьё семьи Алала, там такой-то ректор, такое-то ружьё. А потом они поехали с отцом, вот как-то туда даже сняли небольшой ролик об этом. Новороссийск, но там перенесли ружьё в другое место, и они уже не нашли его с подписью, но примерно установили, что это оно. Просто фамильная подпись исчезла, осталось просто ружьё. На сегодняшний день Хасан Алала, он сам врач, но при этом вот это увлечение его родовой историей, оно привело его к тому, что он стал стихией тысячней от песни на адыгском, на русском языке, посвящённой как родовой тематике, так и в целом вообще интересующим его темам. Мы его как-то записывали, вот как раз во время экспедиции. Вообще, аул ещё интересен тем, что там есть общественники некоторые, которые восстановили огромные родовые связи семей аульских, самых крупных фамилий. Вот эти родовые древа, у них в музее висят огромное, распечатаны на листах. То есть каждый может подойти и понять по какому колену просто твой родственникам ауле. На следующем фото видна ещё одна особенность аулов, в данном случае в ауле Агуй-Шапсуг. Вы видите здесь недостроенная мечеть. Мечеть это была, сначала строится ещё в 90-е годы, но так и осталась недостроенной, по той причине, что сами адыги и шапсуги достаточно нейтральны по отношению к религии. Большинство из них либо атеисты, как правило более старше поколения. Либо мусульмане как бы условно, то есть они считают себя мусульманами, они могут соблюдать пост, но в мечети им неинтересно ходить и намаз делать тоже. То есть это такой бытовой ислам. А в молодёжи очень многие приверженцы традиционных культов религиозных, которые восстанавливаются с 90-х годов особенно сильно. Но они немножко искажены, эти культы, потому что многие восстанавливаются не по памяти реально немного, которые утеряно, а по некоторым там книгам, по этнографическим каким-то мемуарам старых путешественников, которые фиксировали это всё в прошлом. В общем, это такая сложная история, но эта религия восстанавливается и поэтому интересового местного населения мечети не вызывают. Мечети сегодня на побережье две. И один малейный дом большой в Сочи, две это как раз Аума, Большой Апсюшко, о котором я уже упоминал, и Алкхагапш в Верховьях в Сизоапсенечке. Это деревянные небольшие домики восстановленные, как они были в 19 веке. Но имам, Миша Халахов, который занимался их восстановлением, он пока как бы охладел какая-то идея, потому что он не увидел такого интереса большого среди населения к этой тематике, как именно к исламу. А традиционная религия, конечно, процветает, но не так ярко, потому что не каждый готов о ней рассказывать. И, говоря о старшем поколении, бывают очень разные ситуации. На этой фотографии вы видите Дахамиль Шхалахова, жительницу Ула Псебе, которая сегодня живет в поселке Новомихайловске. Она считается старейшей жительницей, но которая постоянно не проживает в Псебе. Она всегда была учителем, поэтому и называется эта фотография Учитель это навсегда. Все ее воспоминания очень глубоко привязаны к школе, к школьным годам. Вот она была учительницей долгое время. В Комсомоле состояла, она активная коммунистка такая была, активистка. Ее воспоминания это полностью такое советское время, в которое она верила, в котором она жила. И это человек типичный коммунист, атеист по своим убеждениям. И она до старства лет это все вынесла. И, естественно, для нее воспоминания каких-то традиционных обрядов и вещах в ее памяти практически не сохранились. И это было ей неинтересно при жизни. Поэтому, видимо, здесь как раз таки обратную сторону у людей, которые именно типаж советского человека, а не национальное какое-то этническое самосознание. Но в любом случае ее истории тоже интересны, богаты на воспоминаниях, в том числе о боевых действиях в годы Великой Отечественной войны и восстановления после. Ну и раз мы заговорили о традиционной религии, то надо сказать несколько слов об этом. На этом фото вы видите старинный дуб в поселке Агуй. Его граница находится сейчас внутри многоквартирных домов во дворе, например. Это огромный-огромный дуб, который стянут металлическими цепями. Но эта фишка связана с тем, что священные дубы адыгов, они должны иметь металлические предметы на своей поверхности. И это дерево один из действующих культовых мест, которые есть в общем-то сегодня в каждом ауле. То есть насколько они используются, это отдельный вопрос, но они есть. В прошлом под ними проходили все ритуальные обряды традиционной религии, сезонные, и внесезонные, когда люди просто обращались с проблемами. В ауле в каждом есть жрец с какой-то определенной фамилией, который ведет эти ритуалы. Обычно приносит пирожки, в кору втыкают, молятся. И как правило, такие деревья, считаются священными, если они отмечены ударом молнии. Потому что молния в адыгском языке это выражение Бога. Это, грубо говоря, отметина Бога, которая делает это место ближе к нему. И таким образом по адыгским поверьям Бог здесь в таких местах лучше слышать. Ближе он находится к человеку через такие места. Ну, как правило, это места, отмеченные молнией, и места красивые какие-то, или необычной формы. А также человек, убитый молнией, считается святым, отмеченным Богом. Его хоронят там, где его убило молнией, и тот курган, где его похоронили, используется тоже в священных ритуалах. Может использоваться столетиями. Есть такие места, которые вот например, там уже три-двести лет. И до сих пор известна эта история человека, погибшего от удара молнии. Около таких мест обычно еще растут деревья, на которые повязываются цветные ленточки. Это тоже связано с ритуалами, часть ритуалов. Также под этими деревьями проходили общественные собрания, по разным вопросам. И по сей день многие из них используются. для ритуалов, например, конкретно у этого дерева вы можете посмотреть в ютубе набрать Кубань24 канал, Ода народу, адыги. В этом выпуске есть конкретный ритуал, проводимый женщинами в ауле Агушапсук, прямо под этим самым деревом. В некоторых аулах к востоку, в самой восточной Сочи, по реке Шахе, это вот Кичмай, допустим, Хаджико, там бытовал еще один способ вызова дождя, интересный, помимо отношения, что я уже упоминал чуть ранее, куклы этой называвшейся Ханцегуаше, детьми. Взрослых отправляли высокогорье на озеро Хуко, которое приводится примерно как сын. Сын моря или дельфин или морская семья, но по-разному. Оттуда должны были адыги принести эти люди, посланники, воду в сосуде, не уронив ее на землю. И соблюдая определенный ритуал, с жрецом вылетит эту воду в речку или в море или оставить в закрытой бутылке в воде на какое-то время. Разные вариации были, но смысл в том, что таким образом как бы при взвозе дождя, который проходил после этого обряда, отец моря посылал свои слезы сына в горы Хуко, так по поверьям считалось. Ну, как правило, все говорят, что да, неожиданно всегда начинается дождь. И есть даже такие факты, когда в советское время работники прибрежных колхозов, обычные русские жители, они просили адыгов провести в засуху такие ритуалы. Потому что все в этом верили. Вот. А если его неправильно провести, то начинался шторм. А на следующем фото еще одна часть обязательно ритуала, в принципе, как в любом обществе, это кладбище. Здесь вы видите кладбище аулы на джигой, и оно чем особенно показательно, помимо священного древа, которое вы видите на заднем фоне, здесь можно увидеть как бы разницу в ритуалах по времени. То есть, справа более поздние могилы, типичные такие, обычные российско-советские могилы. А слева они уменьшаются, остаются только камушки или вообще ничего. По традиционным поверьям могила должна уйти, быть забрана природой, поэтому за ней ухаживать не надо. То есть, ее природу должна поглотить. Но, когда хоронили, как бы, делали камеру внутри, боковую такую, на доски ложили, потому что тело не должно лежать на земле, обязательно, и в голову и в ноги ставили два камня. Так и сейчас на многих кладбищах адыгских встречаются, два камня, даже современный памятник может стоять, иногда выкладка лодочкой, камушком таким. Вот. И иногда там участвует даже, бывает такое, что тамга на этом камне присутствует, а в глубине даже не ладыгов, шапсугов, а вот, например, около армавира, там почему-то трубы стоят. Как на крыше. Такие уже асбестовые трубы или алюминиевые по краям. Ну, суть в том, что традиционный обряд менялся, и на этой фотографии видно как раз этот переход от старинного способа к более современному. Иногда на старинных могилах встречаются камни хаджи, так называемые. То есть, большие камни с арабскими письменами, с рисунками всякими. и, как правило, эти камни ставили до 1930 года примерно, начать XX века, людям, имевшим авторитет у людей образованных, сходивших в священный город Мекку, паломничество, в хадж. То есть, получивший сан хаджи, уважаемого образованного священника, мусульманского, который читал молитвы в мечетях, виртуальную жизнь мусульман сопровождал, и ему ставили такой дорогой памятник обычно. Но в 30-х годах советская власть выкорчевала религию очень сильно. То есть, какой-то период между Кавказской войной и Советским временем, окончанием Кавказской войны и Советским временем адыги, были больше мусульмане именно прибрежные, было много мечетей. Ислам таким образом позволял им совсем не раствориться, ассимулироваться, потому что после Кавказской войны их очень мало осталось, и они были разрознены. Ислам позволил им сохраниться, как мы этносу. А позже в советское время в 30-е годы выкорчевали, разрушили мечети, проследовали имамов, и также точно пострадала и традиционная религия. Но я отмечу, что адыги всю свою историю, особенно шабсуги, исповедовали смешанную религию троеверие или синкретизм. То есть смешение трех разных религий в одном каком-то мексе, когда в священной роще могли молиться по исламскому канону, но при этом там могли висеть и стоять деревянные металлические кресты, то есть пережитки христианства. Тысячу лет они были христианами, адыги, потом как бы все это время сохранялась параллельно традиционная религия, была то сильнее, то слабее. Потом пришел ислам, но не вытеснил традиционную религию. Поэтому все поперемешалось, даже Пасха, допустим, сегодня вполне себе празднуется ладыгами наравне с тем, что они вроде как мусульмане. На следующей фотографии вы видите долину реки Псизоапсе. Это как раз долина, которая идет вдоль дороги от поселка Лазаревское вверх Хагапш. Это поздняя осень, ноябрь, начало ноября. Долина симпатичная, древняя, раньше была очень густонаселенной. В годы Кавказской войны многие оттуда были вытеснены именно из адыгов. Вообще, в принципе, раньше жили адыги не так, как сейчас. Они не были, не жили как бы в единых аулах, на побережье это называлось куаже. Это община, по сути. То есть дома, как хуторки, да, то есть здесь дом, здесь хозяин со своей семьей живет и его ближайшие сыновья, дочери, они рядом с ним живут, образуя некое такое общее хозяйство. Далее идут, простираются на определенное расстояние их сады и поля, а за ними следующий такой же домик и так далее, на многие километры притянувшись вот такая густонаселенная долина. В основном по верхам холмов, где и дороги, и жили они. А внизу не селились, потому что малярийные места были очень, туда хозяйство спускались и днем к вечеру возвращались, очень соблюдали гигиену, знали, как не заболеть малярией, и поэтому возделанные все были поля верхних холмов вот этих вот горей, сейчас они заросшие лесом всем. А естественно, когда они ушли и сюда стали поселяться позже казаки, русские, то они очень много болели на людей, потому что не были приспособлены к местным условиям жизни, и нужно было время, чтобы выработать привычки. И вот в Ауле Тхакапши как раз таки мы встретили женщину. На следующей фотографии вы ее видите, зовут ее, очень звали уже, Шашхан Чичух, она, к сожалению, в весной 2019 года умерла. Но интересно, очень интересная собеседница, с которой мы пообщались, она рассказала очень много интереснейших историй, воспоминаний своего детства в годы Великой Отечественной войны, как она Будеонова видела, как немцы там слетали, стреляли над аулом, как красноармейцев они лечили. Она еще рассказала свою семейную, родовую историю, которая связана с Кавказской войной. Такая полулекендарная немного история, много смешанного в ней, но многое правдивого. История такая, что в этой долине, в одном из аулов жила женщина с детьми, и когда русские войска шли на итоговой фазе Кавказской войны в 1964 году, вытесняя аулы и сжигая их. Мужчины многие были убиты или уже ушли, а вот женщина с детьми осталась, ее заметили и как бы в плен взяли. А дети разбежались. И вот одним из таких детей была прабабушка, да, получается, прабабушка, а эта прабабушка в плену, они не знали, что с ней. Чуть позже они уже узнали, что она с войсками прошла аж до самого Черноморского побережья, где-то в Лападной Грузии. Там она все это время плакала, не ела, и был проводник у них какой-то из черкесов, из сравненных, который вел их эту группу русских солдат, но ему не давали общаться с ней. И, в общем, она так и умерла, в голову ее бросили где-то. Они думали всегда, что ее продали куда-то там в Турцию. Ну, или ушла она с кем-то из соотечественников в изгнании в Турцию Мухаджиром. Вот. И выжила. И шли годы, детей приютила другая семья, когда они уже, эти адыги, вернулись, некоторые из аулов вновь образовались. И через годы позвали их родственников какие-то дальние, которые жили тогда на Кубани, ну, одни из тех, которые согласились уйти на Кубани в Турцию, значит, пригласили на свадьбу. И они, все семьи уехали, и когда там пообщались, и свадьба прошла, уже должны были уезжать, и какой-то мальчишка позвал их в какой-то соседний дом, и там и явились, и там уже лежал старик умирающий, и потом, как бы, его, как бы, эта история разъедала, как бы, душу ему, вот он хотел высказаться, рассказать, поделиться, и узнал, когда, что они с этой семьей приехали, что эта женщина связана с ними, которая погибла тогда, ну, это прабабушка, он их позвал и рассказал им эту историю. И тогда, не вернувшись, уже, как бы, его похоронили, условно, да, провели обряд. Вот такая вот одна из многочисленных трагических историй конца Кавказской войны, когда большую часть шапсугов вынуждены были принимать ультиматум российских властей, либо выселиться на Кубань, в аулы прибрежные при Кубанске под контроль властей, либо уйти в Турцию. Ну, поскольку, там, с одной стороны, ненаверцы, с другой стороны, ближе, климатически, по связям Турция оказалась, многие выбрали переход в Турцию, и по пути очень многие погибли, конечно. Очень многие жители до сих пор не едят в любви из Черного моря эту рыбу, в связи с тем, что многие погибли во время этого переселения. По некоторым таким оценкам средним, научным, где-то около 750 тысяч человек покинули свою родину, вообще не только в шапсугах, а вообще среди западных адыгов, восточных. Лишь, там, около 100 тысяч осталось, в итоге 70 даже. 100 тысяч осталось при Кубани, постепенно они тоже и спустя годы уходили еще. И, как бы, с остатков партизан и некоторых, кто ушел на Кубань, но потом вернулся, образовались такие уже перемешанные современные шапсугские воины на новых местах. На следующем фото вы видите тоже, как в продолжении этой истории, это Халид Ушхой с хаула Хаджиконы, который находится в долине реки Аше. Халид Ушхой, чем примечательнее, это один из потомков, достоверно установленных потомков, Убыхов. Убыхи, это такое, ну, условно, адыгское племя, но, как бы, отдельно немножко такое своеобразное было, смешанное уже переходное от адыгов к абазинам. Этот племен проживало на территории современного Центрального Сочи, и они были самыми, как бы, застрельщиками сопротивления Российской империи, поэтому ульдматом был более жесткий, и они вынуждены были, ну, они полностью снялись после принятия общественным советом и вождями такого решения, и ушли в Турцию. А оставшиеся небольшие семьи, они вынуждены были скрываться, чтобы их не выставили в глубинку российскую. Ну, стали адыгами, обычными, там, фамилию взяли, абхазами. Вот, и вот он, как раз с убыхской семьи, у него кормлены убыхские, это известно, они в 90-е годы нашли своих родственников Турции. Вообще, в 90-е годы многие адыги, и не только убыхие, они после открытия границ повосстанавливали связи с дальними родственниками, вот с теми родственниками их дедов, которые в свое время ушли в Турцию, ну, вообще в диаспору зарубежную, да, и сейчас эти связи повосстанавливались, стали ездить в гости общаться, как-то восстанавливать такие истории. Вот, с Ушко так же произошло, их, там, пообменялись друг к другу в гости съездили, пообщались, и вот, на сегодняшний день вот он представитель, как и семья Чарен, но там проблема, что в семье Чарен у Люхаджико большая часть мужского населения погибла в годы гражданского имя, в годы репрессий, голода 30-х годов, и, вот, как раз, у Чаренов осталась только женская линия, и она, в общем, эта фамилия исчезла, к сожалению. Скоро, вот, но Убыхов очень мало, их язык в 92-м году исчез, последний носитель , которого изучали многие лингвисты мирового уровня, они, он умер, он сам в процессе сохранения своего языка стал лингвистом, но, много записей осталось в учебниках, книг, в Абхазии, допустим, в курсе есть Убыхского языка, ну, учит его. Некоторые, известно, что в Турции есть, как бы, носители, ну, такие, не полностью им владеют, самих Убыхов по самосознанию очень много, кто-то знает, что они Убыхи, по роду, языком своим Убыхским не владеют, но самый оригинальный Убыхский язык, он очень сложный, он уже исчезал на исходе кавказской войны в 19-м веке, поэтому, 80-гласных, очень сложные звуки горданы, поэтому это с детства им владеть, ну, и в принципе, тогда уже Убыхи говорили и на адыгском, шапсукском варианте, и на абхазском, поэтому он уже тогда исчезал. Вот, поэтому такая вот история, такая малая народность, но Убыхи сегодня самосознание восстанавливает, есть и в России люди, которые себя записывают Убыхами, их несколько десятков, борются за восстановление своего статуса малого народа, ну, с переменным успехом. Ну, и в заключение покажем еще две фотографии. Фотография называется Домики в горах. Это аул Калеш, его центры, в принципе, такой типовой вид современных шапсукских приморских аулов, адыгских, шапсукских, террасами, как бы, да, по холмам, такие домики раскинуты по окрестным холмикам. Интересная фишка заключается в том, что аулы, в принципе, адыгов и всех до сих пор, они делятся в какой-то мере на кварталы. Да, квартал, условно, такой фамилии, квартал такой фамилии, просто как поселял, вот, жило представитель рода какой-то фамилии, и их родственники, сыновья там, двоюродные, троюродные, расселялись рядышком. Получались такие, как бы, кварталы. И вот эти кварталы по сей день сохраняются, деление. В аулах, где видно, что разные фамилии в разных участках живут. Сам же аул Калеш интересен тем, что его название переводится как Старая крепость. Ну, некоторые связывают это с расположенной на, противоположной от аула стороне реки, на таком хребтине, большом, старинном, таком, доисторическом, древнем городище, Дальменном. Там аллея Дальменов была, Парнингир стоит такой. И это, в принципе, очень старинное место, которое и в средние века использовалось. Там видны вот эти кладки, которые обрамляли сады и пастбища. И сам аул Калеш стоял на огромном количестве дольменов, коих там было несколько десятков. И в этом ауле можно встретить в домах их, во дворах домов, в фундаменте домов, под парковками просто заливали дом, там неровная местность. И эти дольмены просто повсюду там. И поэтому, видимо, связано с какой-то вот памятью о древнем городище, они ее назвали Калеш, старая крепость. Ну а на последней фотографии, такой юмористической немножко, вы видите всех ребят из танцевального коллектива Дети гор, аула Мала и Апсюшхо, ребята в таких розовых немножко костюмах, таких бледно-красновато-розовых, о девочках фиолетовых. Здесь они как бы нас встретили достаточно неожиданно, как оказалось, с хребом и солью, и я попался в кадр на заднем фоне, кушая радостный пирожок. Ну и ребята вот красиво с позированными. Но на этой вот такой веселой немножко ноте закончим нашу экскурсию большую такую по фото-выставке горы и люди в их традиции причем морских адыгов-шапсугов. Если вас заинтересовала эта тема или что-то еще полезное дополнительное, хотите узнать об этом, можете посмотреть на моем канале в YouTube под названием Этнографика, либо в Instagram Штибен Он Эйр, тоже посвященному этнографии этого кавказского народа и вообще истории нашего края. Можете там посмотреть, либо прийти на любую экскурсию, когда позволит наше такое непростое время, в Inside Travel ссылочку тоже оставлю. Под этим брендом я вожу экскурсии, и не только я. Интересные, исторические, этнографические, самые разные по городу. Ну и хотел бы поблагодарить еще раз Краснодарский краевой выставочный центр изобретения искусства за возможность представить фото-выставку даже в таком интересном формате это видео. Буду рад со всеми общаться, если у вас возникнут вопросы, пишите в указанных социальных сетях. И всем до новых встреч! Надеюсь, вам всем понравилось. Всем пока!